мне кажется ты ошибаешься говоря что ядерные бомбы и катапульты это одно и то же как тут заметил один брат как минимум убийство огнем запрещено исламе я не сказал что ядерное оружие и катапульты это одно и то же я этого не говорил как можно сказать подобное но я говорю что это относится к подобному виду вооружение так-то гаубиц артиллерии это тоже уничтожение огнем на всякий случай это тоже огонь но кто из ученых говорил подобное то что говорит о чем говорите вы никто не говорил подобное и кстати говоря катапульты как применение катапультов в том числе она эти катапульты применялись и с огненными ядрами когда запуска запускались поджженные вот эти ядра для того чтобы возник пожар при ведении воин это все допустимо я вообще не понимаю вот когда мы сталкиваемся с подобного рода вещами я вижу насколько все-таки велик уровень невежества в нашем обществе поразительные вещи у нас люди говорят на самом деле это настолько очевидно это использовалось и используется на сегодняшний день использовалась всегда и используется и сейчас и никогда никто из имамов не говорил то что говорите вы все согласны с тем что ни в коем случае нельзя уничтожать мирное население исламе даже запрещено уничтожение посевов пророк мир ему саня аллах когда отправлял куда-то походу он говорил ни в коем случае нет не уничтожайте посевы не убивайте тех кто не сражаются с вами здесь идет речь о целенаправленном уничтожении посевов о целенаправленном уничтожении мирного населения но если во время войны допустим представьте себе город в котором есть сады там есть прекрасные посевы представляете и вот вы подошли к этому городу а там враг укрепился давайте представим что всех мирных людей туда вывели дали коридор они все ушли но посевы остались а посевы тоже запрещено же уничтожать неужели вы считаете что теперь нельзя долбить этот город из катапульт допустим конечно можно потому что это не целенаправленное уничтожение посевов это уничтожение врага при котором пострадают также и посевы такое же положение имеет и мирное население когда ты его целенаправленно не уничтожаешь когда ты даешь им шанс уйти даешь им коридор но они не уходят они остались там ты не несешь ответственности далее за их жизнь за их жизни дальше уже несет ответственность их их сторона то есть те кто с тобой сопротивляются когда на нас падали бомбы нам было все равно называют они это войной или нет это было преступлением да безусловно для нас это было преступлением даже если бы они называли это войной для нас это все равно было бы преступлением конечно тебе на голову падает бомба ты в любом случае этому не рад я поэтому тебе говорю мы то в любом случае к этому отношению не изменим и мы будем стараться за это отомстить но с точки зрения религии с точки зрения правил ведения воин подобного рода действия в войне преступлением не являются я я лишь говорю простые истины они они а не то как этому отношусь лично я это уже другая совершенно тема а бомбардировки афганистана это преступление или ирака или сирии бомбардировки афганистана ирака и сирии кем сейчас войсками нато ты говоришь или ты говоришь о войне в афганистане при советском союзе о чем идет речь это первый вопрос второй вопрос бомбардировка именно чего каких-то городов конкретно это понимаете я не разбираюсь в конкретных вопросах да я не могу сказать а вот там был город там он назывался так то его вот такого-то числа бомбили так то вот это будет преступлением я не знаю друзья я я могу лишь рассказать о правилах в целом а вот уже конкретно конкретный случай его должны рассматривать там компетентные люди это не ко мне в целом я говорю правила такие и вы опять вы пытаетесь со мной об этом спорить но это не со мной надо спорить спорте тогда об этом с исламом я имею ввиду с религией спорте об этом с международным сообществом предъявите обвинение оон скажите почему нюрбинском нюрбинский трибунал не осудил нацистов за бомбардировку лондона почему сепаратист это как понять это оскорбление сравнение пророка салам каферов недопустимо у них были разные мотивы не сравнивая их абдуллах дай аллах тебе разумение чтобы ты мог просто понимать что такое вообще сравнение что такое аналогия как как выявляются какие-то положения хукмы вещей чтобы ты мог это понимать как ты можешь вопросах сравнение применение какого-то вооружения говорит что идет сравнение пророка мир ему глазами аллаха с неверующим что за бред здесь идет речь о боевых действиях об оружии о применении этого оружия они посланники аллаха мир ему глаз и благословения аллаха и неверующих людях все разные вещи джон а допустимо ли если в крепости враги поджигать эту крепость даже если там мирные жители я не знаю у меня нет ответа на этот вопрос именно по поводу поджога я так понимаю что здесь речь идет наверное с точки зрения ислама ты говоришь допустимо ли ее поджигать я не знаю это надо спросить у знающих людей знающих людей религии что они скажут по поводу именно поджога но я скажу одно применение оружия такого оружия как артиллерии град или катапульты когда они запускаются с сожженными ядрами они в итоге могут привести к тому что этот город или эта крепость сгорит но здесь видите вопрос в целенаправленном поджоге вот это это уже другой вопрос поэтому здесь нужно спросить узнающих здесь я не рискнул ответить на этот вопрос при при всем моем уважении к тебе я вижу в твоих словах ноту радикальности как будто ты испытываешь неприязнь к русским я русский и мне неприятны люди сидящие управление моей страной возможно как и тебе солдаты лишь пешки и ты сам это должен понимать не они принимают решения я полностью с тобой согласен и у меня нет никаких ноток радикальности как ты говоришь и я не испытываю никакой неприязни к русским абсолютно не к русским никаким либо другим народом кто что тебе не неприятны сидящие управление страной люди это мне понятно но вот когда ты говоришь что солдаты это пешки и вот здесь на я думаю что наши с тобой мнение расходятся потому что к этим солдатам я испытываю такую также неприязнь я конечно понимаю что они пешки безусловно но они являются врагами солдаты это враги это вооруженные силы вражеского государства это они не подобные мирным людям поэтому к ним другое отношение не нужно их припитать к этому какими бы они там хорошими ребятами не были какими бы молодыми они не были пока они являются вооруженными силами россии они являются врагами и здесь не может быть никаких разговоров о том что они белые и пушистые придя на нашу землю они являются нашими врагами эти солдаты пешки они приходили и уничтожали мой народ солдаты вермахта тоже были пешками это вопрос не ко мне он видимо задает а тому кто назвал российских солдат пешками это они оккупировали мое государство это они солдаты пешки пришли к нам ранним утром 23 февраля посадили нас в товарные вагоны и отправили казахские степи так что да они выполняли приказ да они пешки но они при этом враги а к людям к русским людям у меня нет никакой неприязни а 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 Субтитры создавал DimaTorzok